Для этих людей важнее всего погода в доме. Когда батареи плохо греют, жители, как правило, сразу начинают жаловаться на производственную службу теплосеть. И как выясняется зря, причин может быть великое множество. Оборудование на Видновской тепловой станции работает как часы. На сегодняшний день, кроме единичных обращений граждан, не зафиксировано. Единичные обращения граждан, они, как правило, возникают из-за того, что во внутридомовой системе какие-то изменения произошли. Во внутридомовой. После реконструкции, которая была начата в 2006 году, на Видновской тепловой станции установлено импортное оборудование известного производителя. А процесс управления котлами полностью автоматизирован. Мощность была увеличена до 240 гиг калорий в час. В настоящий момент можно увидеть, что полностью у нас все компьютизировано. Оборудование машинного зала, насосное оборудование, электрическая часть. И, в частности, полностью котельное оборудование, котлы. Это позволяет без проблем обогревать дома при температуре окружающей среды в минус 26 градусов. Сейчас здесь работают три котла. Четвертый резервный подключается только в сильные морозы. В настоящий момент на нем ведутся плановые работы. И вот мы сейчас все разжигаем, туда-сюда. Вот сейчас разожгли, теперь у нас сейчас пойдет следующее. Кроме муниципального унитарного предприятия, в городе работает еще несколько котельных, находящихся на балансе других организаций. Но и за их работой ведется наблюдение. В случае сбоя специалисты Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства всегда готовы прийти на помощь, как это на днях произошло в городке Петровское. Кабели, питающие, которые запитаны от ТЦМКГЗ и находятся в эксплуатации и на балансе обороны «Энерго», они по каким-то причинам, значит, сработала максимальная токовая защита. Мы туда доставили, значит, источники электроснабжения, это дизельные электростанции, запустили котельную и насосную. Жители не почувствовали практически. В настоящее время штатная система электропитания восстановлена. Кроме этого, случая никаких крупных инцидентов с перебоями отопления на территории Ленинского района не зафиксировано. Несмотря на морозы, сотрудники тепловой станции по многолетней традиции смотрят в будущее. Вот-вот здесь начнется подготовка уже к следующему отопительному сезону. Сегодня находятся на оформлении угловые распоряжения о подготовке к следующему отопительному сезону. Вот мы сегодня, получив этот документ, начинаем готовиться к отопительному сезону 2018-2019 года. В отличие от погоды в доме, погода на улице пока что оставляет желать лучшего. Но синоптики обещают, что морозы продлятся не более трех дней. И весну мы встретим в более комфортных условиях. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Видное ТВ.